Всем привет! Это четвертая серия проекта Приора Соска Нереалка. И в этой серии мы отправимся на покраску, и я покажу вам полный процесс от А до Я. Ну все, поехали! Красить машину я поехал, как обычно, к своим друзьям. По приезду в первую очередь мы хорошо помыли машину. А в некоторых местах грязь уходила вместе с краской. После мойки сняли два порога и два бампера, сняли задние стопаки, сняли фары, произвели демонтаж всех евроручек, открутили и сняли зеркала. Конечно же сняли все резинки с дверей. Все готово, машина разобрана, теперь можно приступать к самой подготовке. Берем грубый зачистной диск и начинаем зачищать всю ржавчину. Также все жуки по дверям зачищаем коралловым кругом. Ну и зачищаем таким образом ржавчину по всей машине. Вот и все, во всех видимых и невидимых местах ржавчинку зачистили. Далее берем машинку с F-50 наждачкой. И начинаем шкурить вокруг места, где зачищали ржавчину. И так мы прошлись абсолютно по всей машине. Теперь берем преобразователь ржавчины. Открываем и начинаем обрабатывать коррозию. После этого берем 150 наждачку и начинаем зашкуривать все места. Вот теперь машина полностью зачищена и подготовлена для шпатлевки. На места вмяти наносим шпатлевку со стекловолокном. А в другие места обычную шпатлевку. Кстати, конечно, не забываем про обезжириватель. И шпатлевку нужно размешивать именно такими движениями. После того, как хорошо размешали, начинаем наносить. И так нанесли первый слой шпатлевки на всю машину. Берем 150 наждачку и начинаем зашкуривать. После этого берем рубанок, также со 150 наждачкой и начинаем шкурить дальше. После этого берем проявитель, специальную пудру и наносим на дверь. И также сразу же рубанком начинаем шкурить. И теперь благодаря проявителю видно, сколько у нас осталось неровностей и куда еще нужно ложить шпатлевку. Это очень удобный метод, ведь все видно невооруженным глазом. И так прошли проявителем по всей машине. В итоге обезжиривали и наносили шпатлевку еще много-много раз, пока не достигли идеала. Также зашкурили и подготовили бампера и пороги. И конечно подготовили евро-ручки к покраске. Пришло время обклеивать машину. Все, приорка обклеена и готова к покраске. Обработали низ дверей антигравием. Проходим всю машину антисиликоном и приступаем к покраске. Кстати, бампера тоже полностью готовы. И смотрим, как выглядит машина до ее преображения. Сначала полностью грунтуем бампера и машину. Продолжение следует... Продолжение следует... все машина полностью загрунтована а пока грунтовка сохнет мы подготавливаем краску и начинаем красить машину после трех слоев краски начинаем покрывать лаком ну что настал обед следующего дня я прямо сейчас с вами буду смотреть полный результат включаем свет и смотрим что приора получилось просто супер мега отличная теперь ее расклеим и соберем ну что выезжаем на улицу выпускаете вы все видите своими глазами получилось очень и очень круто на покраску данного автомобиля у нас ушло ровно двое суток и по цене вышло как всегда совсем недорого так что если ты давно мечтаешь покрасить свой автомобиль то можешь смело обращаться к моим друзьям ссылку на их инстаграм я оставлю в описании под видео и по промокоду виталес колес получите скидку пять процентов скажу одно это были очень тяжелые двое суток но она того стоило на сто процентов следующей серии мы полностью соберем салон поставим пятнадцатые тапки понавешиваем кучу ништяков полностью выставим ее по зазорам приведем в порядок подкапотку и сделаем еще кучу разных мелочей и это все это будет финальная серия после которой я сразу разыграю эту машину среди подписчиков абсолютно точно так же как я это делал с прошлыми проектами тот кто тут новенький можете посмотреть как это было ну что надеюсь вы получили удовольствие от просмотра ставим лайк кому нравится такая тема ну а я пошел готовить приору к финалу всем пока пока